здравствуйте уважаемые студенты сегодня мы начинаем нашу десятую лекцию она лекция посвящена вопросам измерения давления мы с вами вместе рассмотрим вопросы общее понятие о давлении понятие трубки бурдона что из себя представляют жидкостные манометры чувствительные элементы манометров на основную деформацию мембранные манометры и тензорные манометры если говорить о давлении это вам уже известно понятие давление это характеризующие нормальное распределение силу делающие действующие со стороны одного тела на единице поверхности другого и определяться по формуле отношение f на s то есть измерение давления необходимо для управления технологическим процессом и обеспечения безопасности производства кроме того этот параметр используется при косвенных измерениях других технологических параметров например уровня расхода температура плоды и тогда в системе сей за единицы давления паскал равны давления создаваемой силы в 1 ньютон действующим на площадь в один квадратный метр значит при измерении различает абсолютные избыточные вакууметрические давления под абсолютным давлением понимает полное давление которое равно сумме атмосферного давление избыточного понятие вакууметрическое давление línea гораздо при измерении давление ниже атмосферного давление выше атмосферное и является дополнительно к атмосферному давлению то есть избыточным интересное что измерение предназначено для изменения давления разности behöver называется манометрами. Для измерения давления и разряжения используются следующие приборы, это барометры, то есть приборы измеряющие атмосферное давление, манометры, приборы измеряющие избыточное давление, вакууметры, приборы измеряющие разряжение, наполомеры, то есть приборы измеряющие малое из вычисленных давлений, тягомеры, приборы, измеряющие малые разрешения, тягонапоромеры, то есть приборы, измеряющие малые давления разрешения и дифференциальные манометры, то есть приборы, измеряющие разность давлений, то есть в двух точках. Ну, что касается трубки Бурдона. Значит, эта трубка Бурдона – эластичный элемент контрольно-измерительных приборов, позволяющих контролировать давление всех уровней, применяя их в промышлении. Общий вид этого прибора представлен на этом слайде справа со стороны. Она управляет, то есть улавливает изменение давления и преобразует эти изменения в механические движения. То есть трубка Бурдона обычно подсоединена к манометру, с помощью которого и отображается изменение давления по градурочной шкале. Так, принцип работы трубки Бурдона заключается в следующем. То есть один конец S-образной трубки Бурдона открыт, второй, именуемый наконечником, закрыт. То есть открытый конец соединен с муфтой, имеющей впускное отверстие внутрь трубки. То есть источник давления подсоединяется к муфте. Таким образом давление идёт от источника через впускное отверстие и попадает в трубку. При приложении давления трубка Бурдона приходит в движение. В зависимости от конструкции элемента и вида приложенного давления трубка стремится либо выпрямиться, либо свернуться спирально. Правда смещение наконечник при приложении давления незначительное. Но в большинство случаев она составляет не более 1 см. При этом величина смещения наконечника пропорциональна величине приложенному давлению. То есть манометр, с которым соединён наконечник, преобразует это небольшое смещение наконечника в движении срезы, в котором можно будет считать. На данном слайде представлена традиционная конструкция механического манометра, где вы видите общий его вид, трубку Бурдона, здесь вот зубчатый сектор соединённый, здесь есть германичный наконечник, наслаиваемое звено, а также стрелка и шкала. На этой основе работает сам принцип. Здесь есть вход, где происходят изменения, и давление показывает на шкале определённое значение. Значит, на этом приборе представлено, в схеме представлен прибор для измерения давления, то есть манометр или преобразоватор. Здесь представлена, значит, общая схема, значит, прямая сборка соединений с его трубопроводом. В данной части находится рабочая жесть, здесь находится уплотнение, приваренный патрубок, то есть мембранный разделитель. При движении жидкости происходит изменение показаний манометра. Значит, на этом схеме представлено, значит, аналогичное соединение систем контроля. То есть, вы видите здесь это направление потока, где преобразователь дифференциального давления. Первый, значит, преобразователь самого давления. Третий, это, значит, вычислительный комплекс. Вот он представляет количественный комплекс. Четвёртый, это, значит, преобразователь температуры нижней части, место установки служащего устройства. Пятое, вот оно служащего устройства. Значит, шестое, это у нас платномер. Вот он, шестоплотный. И измерительный трубопровод. Где измеряет соответствующие параметры по данной схеме. Значит, следующий элемент у нас является деформационное измерение давлений, то есть, определяется значением деформации различных округих элементов. То есть, деформационные приборы широко применяются для измерения давления и его перепадов, благодаря своей портативности, то есть, простоте и большому диапазону измерения от нескольких паскалов до гигапаскалов. Деформационных приборов в качестве чувствительных элементов используют трубчатые пружины, упруги, мембраны и сельфоны, общий вид которых показан на этом слайде. Значит, следующий элемент у нас является грузопоршневые измеряемые давления, то есть, уравнивающиеся давлением, создавая массы поршня или дополнительного груза. То есть, грузопоршневые манометры используют для поверки пружинных манометров. То есть, это образцовый манометр класс точности от 0,05 до 0,2. Верхнепределные измерения от 250 кПа до 250 мегапаскалов. Так, принцип действий этих, их заключается в том, что измеряемые давления создаются в результате разгружения поршня образцового груза и его давления на жидкость. В данном слайде показана схема грузового манометра с простым поршнем гидропрессе, где здесь представлен цилиндр, значит, поршень, органический вход поршня, значит, грузы, грузовая тарелка, винтили, бачок работающий, то есть, поверяющий прибор, поверяемый прибор и поршень гидропресса. Значит, грузопоршневой манометр, как мы уже сказали, состоит из простого поршня, цилиндра, грузоприемной тарелки, гидропресс, то есть, гидропресс представляет собой поршень с манжетным уплотнением, то есть, внутренняя полость пресса сообщается с грузопоршневым манометром и поверяемым прибором. Через клапаны каналы перекрываем винтелями, то есть, рабочая жидкость для заполнения гидропрессовой системы пресса заливается в бачок с заполненным винтелем. При измерении давления, создаваемый гидропрессом, грузоприемную тарелку нагружают грузами до равновесия поршня, которое определяется по совпадению то есть, риском на поршня и ограниченной ходе. Значит, общий вид такого прибора манометра представлен на данном слайде. То есть, грузопрессовый манометр, диапазон от 2,5 до 160 мегапасса. Класс точности соответствует 0,01, 0,02 до 0,05. То есть, рабочей жидкостью является трансформатором массы, по спецзаказу, десеринная вода или кастового масла для проверки средств измерения давления. Классом точности 0,08 и грубее. Следующим для чего у нас является мембранный манометр. Значит, наиболее разнообразным по конструкции являются мембранные чувствительные элементы, представленные на данном рисунке. То есть, плоская или пластинчатая мембрана представляет собой грубую и тонкую пластинчатую, закрепленную на данном окружении. То есть, упругивающие элементы деформационных моторов, здесь видны трубчатые пружины, сильфонные, плоские, гофрированные мембраны, мембранные коробки, то есть, вялые мембраны с жёсткостью центром. Ну, для улучшения статистических характеристик используют гофрированные мембранные коробки, где показано на данном рисунке. То есть, профили мембраны могут быть пельчатыми, трапециальными и синусидарными. Значит, следующий вид, это электрические измеряемые давления, определяется по изменению электрических свойств некоторых материалов при воздействии на них давления. То есть, устройство, принцип работы электронных датчиков давления состоит в основном из датчика давления. То есть, устройство, физические параметры которых, которые изменяются в зависимости от давления измеряемой среды, то есть, жидкости, газа, пара. В датчиках давления измеряемой среды преобразуется университированный пневматический, электрический сигнал или цифровой сигнал. То есть, принцип реализации состоит из следующего. Первый – это датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в составе которого чувствительный элемент приёмных давлений, схемы вторичного обработки сигнала и различных по конструкции конструкции, в том числе для герметичных средений датчика с объектом и защиты от внешних воздействий и устройств вывода информационного сигнала. Основным отличием одних приборов от других является это пределы измерения, то есть, динамические частотные диапазоны, то есть, точность регистрации давления, то есть, допустимые условия эксплуатации массогабаритными характеристиками, которые зависят от принципа преобразования давления в электрический сигнал. То есть, это тензометрийские, пизорезисторные, ямкостные, индуктивные, резонансные, ионизационные, пизорезисторные и другие. Ну, к числу электрических средств измерения давления можно отнести пизометрийские, то есть, индуктивные и тензометрийские. В пизометрических приборах используется пизометрический эффект, под которым понимается появление электрических зарядов на поверхности ряда кристальных диэлектров при их деформации. У индуктивных приборов используется упругий элемент, то есть, например, трубчатый, пружинный соединок с индуктивным, катушкой, дезаз и другими. Тензометристические приборы имеют в качестве чувствительного элемента мембрану, наклеенную на неё тензорезисторами. Их принцип действия заключается в непосредственном преобразовании деформацию упругой мембраны под действием давления в изменении электрического сопротивления резистора. Значит, схема такого приземетристического манула представлена этой схемой, то есть, измерение давления с помощью мембраны, здесь вот один, преобразуется на усилии, сжимающие кварцевые пластины, и два, электрический заряд, возникающий на металлизированном плоскости под действием усилия F-давления со стороны мембраны, определяется выражением, которое представлено на данном слайде формуле. Значит, характеристические приборы для измерения, значит, они, если их анализовать, они, значит, бывают манометры, вакуумметры и моновакуумметры. Значит, манометры – это приборы, предназначенные для измерения излучено абсолютное и дифференциальное давление или разности давления жидкости и газов. Действие манометра основано на зависимости ряда физических параметров от давления, то есть, по принципу действия, все приборы для измерения давления можно разделить на жидкостные, пружинные, грузнополшневые и с дистанционной передачей показаний. Цегомеры, наполомеры, барометры, то есть, приборы предназначены для измерения вакуумметрического избыточного, а также разности вакуумметрического избыточного давления в воздухе и неагрессивных средств. Датчики давления преобразования. Значит, датчики давления – это, значит, устройства, физические параметры которых изменяются в зависимости от давления. То есть, в датчиках давления преобразуется электрический, пневматический или цифровой, или другой сигнал. Значит, различают датчики избыточному, абсолютно дифференциальному давлению. Датчики могут изготавливаться с взрывозащищенной исполнением и комплектоваться разделительными мембранами и элементами охлаждения. Значит, в качестве эталонной приборы, то есть оборудованной, предназначенной для получения высокоточных измерений параметров, технологических процессов, а также для проведения калибровки поверхностных измерений. Следующий этим у нас – релей давления. То есть, релей давления предназначен для замыкания или размыкания электрической тепи в момент достижения заданного давления, как при повышении, так и при понижении давления в рабочей среде. Ну, вроде бы мы все вопросы касательно измерения давления мы посмотрели, мы рассмотрели все виды наших приборов, рассмотрели методы, элементы, которые применяются в системе измерений, рассмотрен принцип работы трубки. И также все вопросы касательно измерения давления. Какие будут вопросы, пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы. Значит, кроме этого, у меня здесь подготовлены контрольные вопросы, которые необходимо будет тщательно изучить его, посмотреть и повысить свой уровень знаний, касательно вот в этом направлении. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телеграмме, я буду задать ваши вопросы. Ну, на этом у меня сегодняшняя лекция завершена. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...